Космодром 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 Сергей Павлович в письме своей супруге пишет Нина, выходной день я два часа уделил себе Я пошел в клуб и посмотрел фильм Меня уговорил Пелюгин А под звуки с этого патефона Боевой расчет танцевал по вечерам В то время здесь в поле музея было что-то вроде танцплощадки Танцы скрашивали суровые будни здешних офицеров Сергей Павлович Королев не только не возражал против такого проведения свободного времени Но наоборот всячески поощрял Вскоре здесь по его распоряжению даже появился оркестр Королев вообще проявлял заботу обо всех, кто трудился над строительством космодрома Сергей Павлович обладал блестящими организаторскими способностями и непререкаемым авторитетом Порядочнейший человек, если даже по природе очень вспыльчивый Но тем не менее, если он понимал, что что-то он сделал неправильно Он всегда мог подойти перед человеком, извиниться Это во-первых, а во-вторых, даже если человек был неправ, проходило время И он все равно мог своим опытом, своей, наверное, все-таки Ну, за многие годы он завоевал и популярность, и уважение у людей Авторитетом он мог доказать, что все-таки это решение, оно единственно правильное Именно организаторские способности помогали Королеву работать в команде С еще пятью главными конструкторами Совет главных, так их называли, образовался в побежденной Германии Где по остаткам немецкой ракеты Фау-2 нужно было создать советскую ракету По протяженности полета она теоретически должна была достичь территории Соединенных Штатов Но пока она не имела права вылететь за территорию Советского Союза В головной части баллистической ракеты достаточно было долететь до Камчатки Расстояние примерно одинаковое Оставалось ее сделать К этому и приступила шестерка главных конструкторов во главе с Королевым Из шести главных конструкторов он был, конечно, главенным Так его и называли соратники Гениальный создатель первых ракет-носителей Он был абсолютным лидером среди всех главных конструкторов Королев Сергей Павлович Выпускник Московского высшего технического училища По специальности инженер-аэромеханик Организатор группы изучения реактивного движения В 1933 году означается заместителем начальника Реактивного научно-исследовательского института В 1938-м необоснованно репрессирован Освобожден в 1944-м С 1946 года до конца жизни главный конструктор баллистических ракет дальнего действия Ракетно-космических систем, ракет-носителей Спутник, Восток и ее модификаций Мавриат Ленинской премии Дважды герой социалистического труда Экспозиция, посвященная Королеву и его соратникам Занимает особое место в музее космодрома Байконур Это целый зал, который так и называется Зал главных конструкторов Правой рукой Королева был Николай Пилюгин Создатель наземных систем управления ракетой Ильюгин Николай Алексеевич Окончил МВТУ Мини-Бауна в 1935 году Работал в аэрогидродинамическом институте Летно-испытательном институте В 1946 году становится главным конструктором автономных систем управления И членом совета главных конструкторов Разрабатывал систему управления ракет Р1-Р7 Руководил разработкой систем управления многих межпланетных станций Ракет-протон советского космического челнока «Буран» Дважды герой социалистического труда Лауреат Ленинской и Государственной премии Изделия на старте контролировали из бункера Центральный пульт стартового стола С которого руководили запуском первой межконтинентальной ракеты Р-7 Сейчас тоже достояние музея космодрома Байконур Борис Чекунов, человек, который в день запуска Р-7 Сидел за тем самым центральным пультом В шлемофон он получал команды и поворачивал ключ Когда была дана команда «Ключ на старт» Тот самый стартовый ключ, тот самый шлемофон, в который он получал команды На сегодняшний день переданы его семьей в наш музей Они бережно хранятся у нас в нашем музее Валентин Глушко создатель двигателя для Р-7 Уникальный по своей конструкции, он был сердцем этой ракеты Это был прорыв колоссальный, потому что президент Америки, он так и сказал Россия, Россия двинулась на несколько шагов вперед и быстрее Америки Только благодаря тому, что у них был такой талантливый конструктор Который смог создать эти двигатели С помощью которых и выносились на орбиту эти ракеты-носители Глушко Валентин Петрович Выпускник физико-математического факультета Ленинградского университета В 1937 году репрессирован Освобожден в 1944 Ракетные двигатели, разработанные Валентином Петровичем Глушко Используются в баллистических ракетах дальнего действия В ракетно-космических системах «Спутник», «Восток», «Союз» В 1974 году становится генеральным конструктором научно-производственного объединения «Энергия» Лауреат Ленинской и Государственной премии Дважды герой социалистического труда Если Глушко считал, что самое главное двигатель Без двигателя ракета не улетит То Кузнецов тоже так же достойно ему парировал и говорил А попробуй ты свои двигатели запустить в ракете И без моего геравертиканта Будет то же самое Ракета просто упадет или полетит непонятно куда Виктор Кузнецов занимался системой стабилизации ракеты Тоже важнейшая часть большой общей работы над Р-7 Геравертикант Кузнецова Ценный экспонат музея космодрома Байконур Этот прибор как раз отвечает за то, чтобы ракете было задано правильное направление Кузнецов Виктор Иванович В 1933 году поступил и в 1938 окончил Ленинградский индустриальный институт Разработал теорию гироскопов и создал ряд уникальных приборов и систем 13 мая 1946 года он был назначен руководителем только что созданного НИИ-10 Которому было поручено заниматься гироскопами Его НИИ участвовало в разработке межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 Награжден Ленинской государственной премией И является дважды героем социалистического труда Михаил Рязанский занимался разработкой системы радиоуправления будущей ракеты То, что будущий космодром оказался в безлюдной степи, отчасти заслуга Рязанского Конечно, задумываешься о том, как, чего стоило вообще все это сделать Сделать в такие короткие сроки и сделать так, чтобы это потом полвека Ну, естественно, с ремонтами, с модернизациями Но чтобы это потом полвека работало на высочайшем уровне Для Рязанского и его систем радиоуправления было крайне важно Чтобы местность не была пересечена горными массивами Именно Рязанский создал знаменитый радиопередатчик Первого искусственного спутника Земли Знаменитая Бип-Бип, которого услышал весь мир Михаил Сергеевич Рязанский В 1935 году заканчивает Московский электротехнический институт В январе 1951 года назначен главным инженером НИИ-88 А летом 1952 года начальником главного управления Министерства вооружения СССР В 1954 году он возвращается в НИИ-885 И остается там научным руководителем и главным конструктором до самого дня своей смерти Он участвует в разработке радиосистем для баллистических ракет А впоследствии для космических ракет-носителей, спутников, межпланетных станций В 1956 году удостоен звания Герой социалистического труда В 1957 году стал лауреатом Ленинской премии Перед Барминым стояла задача построить стартовый комплекс для будущей ракеты Всего на пять лет, думал тогда Бармин Потом придумаю что-то более совершенное Но старт функционирует и по сей день Кратчайшие сроки, а это действительно кратчайшие сроки Были выполнены, эта работа Тогда еще с большим уважением начинаешь относиться к этому конструктору А ведь все работы по строительству стартов были под непосредственным его наблюдением Потому что ни на один месяц он не оставлял все эти работы без присмотра То есть это были его действительно детище Это было его детище Владимир Павлович Бармин Окончил Московский механико-машиностроительный институт В будущем МВТУ имени Баумана С 1947 года под руководством Бармина Были разработаны стартовые комплексы для многих ракет конструкции Королева Р1, Р2, Р11, Р5, Р5М В ГСКБ «Спецмаш» при участии Бармина Созданы шахтные комплексы для боевых ракет Р12, Р14, Р9А, УР-100 Под его руководством были разработаны и созданы стартовые комплексы Для ракет-носителей «Протон» и многоразовой ракетно-космической системы «Энергия Буран» Лауреат Ленинской премии четыре раза получил государственную премию СССР Ракета не стоит на стартовом столе Она удерживается противовесами, которые образуют так называемый силовой пояс Когда сила тяги стартующей ракеты превышает вес противовесов Силовой пояс размыкается и ракета взлетает Простота и надежность такого решения до сих пор не требуют усовершенствования Схема строительства стартового комплекса недавно рассекречена и передана музею Когда состоялся успешный старт Р-7 Очень узкому кругу специалистов Сергей Королев сказал «Космос нами завоеван!» Теперь развитие ракетной техники шло вперед семимильными шагами Королев начал подготовку к запуску первого искусственного спутника Земли Он понимал, что теперь до старта первого человека остается совсем немного Его сдерживало только одно Система жизнеобеспечения в космосе еще не была совершенной Первые полеты отрабатывались на манекенах Скафандр яркий, оранжевого цвета Для того, чтобы поисковая группа могла очень быстро обнаружить космонавта У космонавта огромным неудобством было то, что вот этот шлемофон При повышении температуры тела космонавта на 1-2 градуса Или при любой другой нештатной ситуации Он мог захлопнуться сам автоматически Я сейчас вам демонстрирую, как это происходило Вот этот шлемофон таким вот образом захлопывался И космонавт находился уже вне опасности Но впереди было главное событие Запуск в космос первого человека Все было готово Ракета, система жизнеобеспечения Система возвращения космонавта на Землю Но Королев все равно волновался Волновалось и все его окружение Каманин в своем дневнике пишет Кто же полетит первым? Гагарин или Титов? Сложнейшая задача, которую надо быстро решить Потому что этот человек либо станет знаменит и известен всему миру Лена либо канет в небытие, а о нем все забудут Но все решилось 10 апреля 1961 года на встрече космонавтов В нашей знаменитой беседке, которая находится на берегу реки Сырдария Где состоялась встреча космонавтов, будущих космонавтов Тогда с членами государственной комиссии Где Сергей Павлович Королев поднялся и сказал Первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин Его дублер Ерман Степанович Титов Сам Гагарин перед стартом был спокоен Расчет Королева именно на этого человека оправдался Юрий обладал исключительным самообладанием И был готов к любым нештатным ситуациям По радиосвязи его поддерживали товарищи из отряда космонавтов Состояние, конечно, Юрия Алексеевича Гагарина можно представить Он все равно в душе, он очень волновался Хотя не подавал виду И сидя в бункере Павел Попович пел его любимую песню Ландыши Ребята рассказывали разные истории Вспоминали истории, происходящие с ними на отдыхе Для того, чтобы хоть как-нибудь Юрия Алексеевича Гагарина Отвлечь от вот этих вот мыслей Хотя он пытался сконцентрироваться И настроиться уже на рабочий момент Петер, я в Заря-1, зажигание Понял, вас дается зажигание Желаю вам доброго полета Поехали Уже через несколько часов после взлета известно Юрий Гагарин, удачно приземлившись, совершил первый в истории человечества полет в космос Ликованию страны нет предела И мы все Рядом находящиеся вузы Причем строго режимная организация Страшная была Такая с очень нехорошими традициями Вот Всех выпустили Всех отпустили И все вывалили на улицу Но больше других радуется космодром Некоторые военные Даже идут на нарушение Беспрецедентный случай Оператор за пультом ЭВМ «Урал» Которая рассчитывала траекторию полета ракеты Пишет крамольную фразу «Человек в космосе! Ура!» Он забывает, что до официального государственного сообщения О первом полете Еще нельзя рассекречивать Так называемую полезную нагрузку Тогда вся документация Связанная с полетом Была на контроле у особого отдела После минутного размышления Лист с запрещенной записью Вырывают из журнала А оператор ЭВМ получает выговор Только спустя годы Этот вырванный лист Возвращается в журнал И становится экспонатом музея Все были категорически предупреждены Нигде не должно быть записей Что человек летит в космос Хотя об этом все знали И эта запись для нас Имеет не только историческое значение Хотя офицер был наказан За то, что он произвел такую запись Но это еще яркие факты Подтверждения того Что это был триумф нашего космодрома Юрий Гагарин прокладывает путь в космос Целые плеяди космонавтов Герману Титову Павлу Поповичу Андриану Николаеву Валерию Быковскому Валентине Терешковой И другим Этих людей теперь весь мир знает в лицо Космодром Байконур Долгие годы был зоной Абсолютной секретности Поэтому каждый космонавт Приехал на космодром Байконур Знал, что ему должны были Выписать вот такой пропуск С помощью которого он мог заехать в город Выехать из города И, конечно, уже попасть на любую площадку Комплекса Байконур Несмотря на то, что вся планета Земля Знала весь первый отряд космонавтов в лицо Но, тем не менее, по приезду на космодром Байконур Им выписывался вот такой документ Экспонатами музея могут стать любые предметы Связанные с космонавтикой Здесь бережно хранится и ценится каждая мелочь Будь то личная вещь космонавта Или даже обломок отработанной ступени А главное, все эти вещи подлинные Музей этим уникален Что, допустим, все, что работало на стартовых комплексах А мы видим, это пульты Это какие-то приборы, оборудование, аппаратура Это все непосредственно со стартой площадки Отработав 10, 15 или 20 лет Это приходило в музей И до сих пор эксплуатируется То есть это живая память о тех испытателях Которые работали на космодроме Потому что кнопки, переключатели Они помнят те руки Которые запускали в космос ракеты Возникла интересная, уникальная экспозиция И я видел много музеев космических Я могу сказать, наш, если не лучший Один из лучших Огромную роль в становлении музея Такого, как мы видим его сейчас Сыграл первый директор Владимир Пономаренко Именно он превратил комнату боевой славы В настоящий музей Который стал расти и развиваться Именно он впервые стал рассказывать Посетителям музея О главенстве личности в истории космоса То, чем гордятся люди И чем гордится наш космодром Байконур Это, конечно, история нашего советского и российского космоса Мы стараемся очень подробно И очень интересно, с очень интересными фактами Рассказать о истории нашего Байконура Но этот рассказ идет через призму человека То есть человеческих отношений И значение человека вот в этой вот истории Концепцию Пономаренко подхватили И начали развивать последующие руководители музея Каждый из них проделал большую работу Для того, чтобы музей стал поистине уникальным Я с большой любовью отношусь к самому космодрому К его людям, к его истории И поэтому я должен вспомнить тех, кто начинал Это Вишневский Бывший секретарь порткома одной из части Потом был начальником музея Это Морозов Вот Владимир Григорьевич Вне всяких сомнений большой вклад в развитие музея Внес Олег Урусов Но потом я поддержал чуть-чуть эту работу Но что сделала Антонина Богданова Для развития музея Это даже словам не поддается Музей космодрома Байконур молод, как и сама космонавтика Экспонатам чуть больше полсотни лет Это фактически история сегодняшнего дня Но достижения человека в космосе с каждым днем все заметнее Ракета или спутник, которые запустили сегодня Завтра уже будут усовершенствованы и станут историей В музее появятся новые эспонаты Пройдет еще десяток лет И сегодняшние запуски космических кораблей Подобные истории советского космоса Тоже превратятся в наследие для всего человечества Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok